Загляни в лавкорпагдон.ком, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Освоим десятую, сделаю отдельный видос, но навряд ли это получится, так как для этого нужен еще один напарник с хорошей атакой где-то за 270 с кутумом. Не знаю, где его взять. Может кто-нибудь придет, кстати, вот после этого видео. Начнем с бафов. Для хорошего забафа нам понадобятся слитки по 100 тысяч серебра. Бафаем на себя плюс 8 атаки и плюс 150 хп. Подробнее про эти бафы рассказывал Вульфи. Вот подсказка на видео. Я обычно бафаюсь в Кальфионе у НПСа Леона или Велии НПСа Оттавио Ферре. Да-да-да, забавное название. Баф по силе накладывается рандомно. Я стараюсь крутить, пока не получится максимальное значение. 8 атаки, либо 150 хп. Еще нужен сытный ужин крон, либо обычный ужин крон. Выберите сами. Там есть снижение урона по вам, плюс урон по монстрам. Ну, может кто-то захочет взять изысканный ужин крон. Тут решать полностью вам по обедам. Они более-менее одинаковые. Бальзамы храбрости на урон не забудьте. Китовые ванночки на хп. Я думаю, можно даже взять зеленые, не обязательно синие. Китовые банки, которые дают деф, я бы их не брал. Еще нужны зелья МП, ФП, ДП и ЕП. У кого проблемы с ЛТ, вместо огромных банок можно взять большие. Они весят, соответственно, меньше ЛТ, восстанавливают за раз меньше, но зато вы их унесете в два раза больше. И, соответственно, в общей сумме у вас получится в два раза больше ресурсов с собой взятых. Мы проходили все волны под колбами, но можно попробовать зелье гиганта. Но если у вас защиты хватает, то вполне себе колбы юзабельны. Но учтите, что урон по вам будет входить хороший, поэтому нужна хорошая маневренность. Ну, в общем, нужно хитрить. Для надежности можно еще в доме бафнуться тесаком на урон. На аукционе его можно найти. И в хиделе взять баф на хп у НПСа Каролина. Но эти бафы ненадолго. Так что если будете фейлить волны, с первой по пятую примерно, то можно на пятой, она же сохраняется, сходить и перебафать все. И снова с пятой по девятую проходить. Войти на алтарь крови могут персонажи 56 уровня и выше, полностью завершившие цепочку задания. Она называется уровень 56, алтарь крови, звездные гробницы. Которую можно получить у черного духа. Не забудьте включить отображение всех заданий. Соберите пати из трех человек, и лидер нажмет зайти. Чтобы запустить первый этап, лидеру групп понадобится 100 очков энергии для выбора этапа. Нажал, табличка пропадает, и чтобы запустить алтарь крови, посередине нужно поговорить с НПСом. И за 20 очков энергии запустить волну. Каждая волна запускается за 20 очков энергии. Если во время фарма один из группы умирает, то риснуть его можно аптечкой или скиллом воскрешения, волшебника, либо волшебницы. Но при гибели всех трех персонажей волна откатывается, и чтобы запустить эту же волну по новой, вам придется иметь с собой итем осколок кошмара. Осколок должен быть у лидера группы, крафтиться через простую алхимию, останки темной энергии 40 штук и обрывок воспоминаний 1 штука. Также осколки кошмара нужны для того, чтобы лидер группы, прошедшей с первой по пятую и с пятой по десятую волну, завел свою группу на любую из волн без прохождения предыдущих. Например, на девятую волну, чтобы пробовать фармить десятую, не тратя время с волны с первой по восьмую. Вот стоимость каждой волны. Есть еще крафтовый итем, который используется только в этом алтаре. Древняя вспышка оглушает всех монстров, находящихся в радиусе действия предметов. Вот табличка, в которой описан крафт. Нет, ему для крафта добыть не смогли, так как на аукционе их нет, а никто до этого из нас их не добывал. Просто нереально с крафт. Эффект древней вспышки не действует на определенных монстров и боссов на каждом этапе. Скорее всего, она хорошо зайдет на десятом этапе, когда будет вокруг просто ад. В видео в дальнейшем вы увидите, что на десятом этапе творится. Давайте перейдем к тактике прохождения волн. Ставь лайк, если уже запутался во всех терминах этого видео. Шучу-шучу. Просто ставь лайк, помогай пробиться в топы. Ну и, конечно же, это твоя валюта. До того, как мы запустили кристалл, мы обозначили стороны по цифрам в направлении часовой стрелки, начиная от первой, самая широкая сторона и так далее. То есть их получают четыре. Чтобы проще было сориентироваться, кому где помочь и откуда начали идти монстры. Либо быстро всем переключиться на какую-то определенную задачу, которая может быстро убить наш кристалл. Мини-карта тут не работает. Но можно ставить групповые метки через шифт плюс тильда. Сейчас, ребята, в описании девяти волн я на каждую волну, по своим ощущениям, буду называть нужную атаку. Не обязательно ее придерживаться. Это не 100% информация. Это просто мое наблюдение. Напишите в комментариях, насколько правильно я прикинул по атаке. То есть, когда я, к примеру, скажу, что на третьей волне надо 220 атаки, а у вас меньше, и вы ее проходили, напишите это в комментах. Погнали. Первая волна. Полное фуфло. Пролетите и не заметите, сколько атаки рекомендовать. Вот честно не знаю. Предположу, что со 180 можно пройти. Вторая волна. Там будут бежать толстячки. Орка-свиньи такие. Вот они опрокидывают. Большие которые. Аккуратнее. Думаю, 200 плюс атаки хватит на эту волну. Когда монстры шли одновременно со всех сторон, мы быстренько вырезали ближние боковые. Вторую, третью и четвертую. Напоминаю, да, что первая это самая широкая и по часовой. Вторая, третья, четвертая. И успевали потом поймать мобов на ступеньках первой широкой полосы. Третья волна. Сразу же с первой широкой полосы побегут собаки. Они очень быстро бегают. Старайтесь задевать как можно больше, чтобы они отвлекались именно на вас. А не бежали к кристаллу. Ну и тут уже чувствуется, что требуется 220, к примеру, плюс атаки. Советую ваши пробужденные бафы и баф от 100% гнева черного духа, Z-ку, да, раз в 3 минуты, тратить именно на волны с собаками. Будьте внимательны, если с центральной первой дырки мобы уже дошли до ступенек, в любой момент в середине волны со второй и четвертой могут выскочить еще собаки. Четвертая волна. В середине волны с центральной первой стороны пойдет много отвлекающих мобов. И в это время будет по одному толстенькому подрывнику, медленно шагающему, толстенькому в плане, что у него много хп. Старайтесь оставлять всегда одного игрока на чеку, пока двое зачищают мобов с центральной первой дырки. В нашем случае у пастикса 243 атаки в кутуме он бил подрывников и бил довольно долго. Но в целом эта волна оказалась легче, чем третья с собаками. В конце появится босс Санил. Пятая волна. Это волна бесов. Всегда я симпатизировал. Опасайтесь лучников с их самонаводящимися стрелами. Очень сильно бьют. Ну а так пока в начале монстры слабее, чем на четвертой волне и падают довольно быстро. Когда появится Огр из пустыни, не пропустите толпу с первой линией. Потому что мы его били и вот как раз таки оттуда побежали монстры. Мы под конец только заметили, когда они уже подошли к ступенькам. А если будет мало атаки, не сможете сориентироваться быстро. Всем нужно обязательно следить за скаутами, опять же. Нелишные мобы и так заагрятся на вас из-за массовых атак. А вот лучники либо вас расстреляют, либо будут наносить хороший урон вашему кристаллу. Волна коротенькая, поэтому не волнуйтесь. Босс вот это красный нос. Он резко разворачивается и прыгает. Поэтому постарайтесь после каждого скилла менять свое местоположение. Шестая волна. Там выскочит куча жаб. Если помните, они находятся под Кипланом. Над Кипланом. Мне кажется, здесь хватит 240 урона. Как и на четвертую и пятую волну. Из коридоров будет выходить каждый раз по элитке. Если вы ее долго убиваете и с другой стороны уже пошли монстры, просто забейте на элитку и идите убивайте мобов. Она сама подойдет и будет попадать под АОЕ вместе со всеми монстрами. Ваши зетки 100% черного духа и пробужденные бафы тратьте именно на элиток. Как появятся санилы, их будет много. Не забывайте, если не успеваете их убивать, постарайтесь попадать по всем и агрить их на себя, пока они идут к кристаллу. Когда появится страж забытых руин, тут как со всеми элитками. Делайте пару ударов и старайтесь постоянно смещаться в сторону, так как у него скиллы аналогичные гиганту. И не бегайте возле друг друга, чтобы если умрет один, он соответственно побежит на одного, а тот персонаж, на кого он бежит, он подойдет к своему сопартийцу, и он сразу же накроет двоих. И вы будете просто лежать оба мертвые. А так, если один лежит, то двое могут еще более-менее резнуть. Один отвлекает, второй резает. Так что постарайтесь не подходить друг к другу. Ни в коем случае. Седьмая волна. Тут уже будет необходимо, на мой взгляд, 260 плюс атаки в кутуме. Если у вас не будет в группе персонажа с захватом, то и все 280-290. У всех трех персонажей. Когда со стороны второй, третьей и четвертой дырки пойдут монстры, персонаж с захватом должен смотреть в противоположную сторону и высматривать бегущего одного монстра, который кидает гранаты. Если дать ему приблизиться к кристаллу, то за одну гранату он снимает 10% хп кристалла. Важно как можно быстрее дать ему захват, продамажить его, затем, когда он добежит до кристалла, дать еще один захват и убить. Чтобы наверняка убить гранатометчика, назовем его так, то на него нужно смещаться двоим. Один, чтобы дал захват и при этом дамажил сам, да? Второй, чтобы залил уроном и плюс вся команда тратит пробужденные бафы и 100% баф духа именно на убийство этого гранатометчика. Пока двое заняты гранатометчиком, один игрок отбивается от волны монстров. То есть вы понимаете, да? Вот со второй пошли мобы, значит с противоположной, с четвертой получается, сейчас пойдет гранатометчик. Вот одного оставляем против второй волны, со второй дырки драться, а те бегут над гранатометчиком. Совет. Не стойте на пути у бегущих динозавриков. То есть это совет именно тому, кто остается один. Они вас подстанет и просто заклюют моментально. Старайтесь их задевать и убивать скиллами, находясь чуток сбоку. В нашем случае, так как у пастикса захват, то он следил за выходом гранатометчиков. Под конец волны, как только из первой дырки пойдут монстры, значит гранатометчик пойдет, получается, из третьей. Пастик сразу же бежал на этого бомбера. Я немного помог задефать с первой дырки мобов перфекта. И потом сразу же перешел на помощь убивать бомбера. Просто мы один раз так зафейлились в конце седьмой волны. Я с пастиком сразу же пошли в третью дырку убивать гранатометчика. А перфекта остался вот как раз со ступенек побежали эти мобы. Их было очень много, и его там как раз подстанили. Так что там под конец нужна будет помощь, а потом уже только смещаться. Когда монстры появятся со всех сторон, мы старались их агрить на себя от кристалла и как бы все. Босс лавовый монстр мне показался легким. Восьмая волна. Думаю, что 260 плюс кутуми можно осилить. Самое важное в этой волне быть аккуратными с кентаврами-стрелками. Когда бегут милишники, кентавры, лучники будут оставаться на лестнице. Их убивайте в первую очередь. Не советую заходить выше за лестницу, там вас законтролят и перестреляют просто. Лично я старался подождать, пока лучники скучкуются вместе на лестнице. Из первой дырки один игрок должен постоянно мониторить появление баллисты. Как только она выйдет, юзаем пробужденный баф, зетку кушаем и уничтожаем ее. Если у вас хорошее количество атаки, с этой задачей справится один и тот же игрок. Если мало урона, вы можете меняться для контроля баллисты по очереди, прожимая пробужденные бафы. Как только закончится монстр из первой дырки, побежит кентавр. Чуть погодя, оттуда же выйдет василиск. Мы убивали вассист, в первую очередь кентавра, так как василиск постоянно закапывался и потом вылезал уже со своим ауе. Тут главное не терять из виду обоих и по очереди убить. Девятая волна. Сложная волна для тех, у кого нет 270 плюс кутуми. Хотя весь гир вы видите в начале видоса, плюс мы проходили рейндж классами. Тут вся проблема в толком непробиваемых быках. Когда они появятся и вы не сможете их быстро убить, то как и в шестой волне с элитками, введите их просто к мобам, откуда, с какой дырки идут монстры. Если за вами бегает бык, то лучше дамажить редко, но выжить, чем пытаться вносить урон и просто-напросто умереть. Мертвые не дамажат. И таким образом до конца волны за вами уже будет бегать куча бычков от маленького до среднего. Затем появится босс. Вот и в такой суматохе бегаете, уклоняетесь от быков, убивая босса, самого большого быка. Он, кстати, очень тонкий. Десятая. Волна просто бомба. Без третьего хорошего ДД в 270 плюс кутуме даже проходить не стали. Чуть-чуть попробовали, но не хватает, не хватает урона. Плюс там награда так себе. Вот статистика всех персонажей, которые прошли десятую волну. Рейтинг можно посмотреть через Escape. Ну, я думаю, если бы у нас был третий загильный игрок, мы бы ее потравили, попробовали. Ну, в общем, я думаю, в дальнейшем пройдем. Для чего сюда вообще ходят? Вот такой вот дропчик падает с боссов в виде слитков от 100 тысяч до 10 миллионов. Плюс с каждого босса вы получаете коробку, из которой с маленьким шансом. Можно вытащить плюс 20, плюс 19, плюс 18 какую-нибудь шмотку. С первой волны, кстати, коробки мне не падали. С шансом плюс 20 вытащить шмотку. Только было перечислено плюс 19, плюс 18. Также падает кофраз, след разлома. За 2,5 прохождения 9 волн, втроем. То есть это мы с первой по 9, с первой по 9 и с первой по 5. Нам упала только один раз зеленая плюс 18 вещь. По-моему, сапоги от Джерри, если я не ошибаюсь. Вот какие награды вас ожидают за прохождение алтаря. Вы их получаете в достижениях. Только мы специально с Вульфи посмотрели не о сроках прохождения алтаря, не о каком-то ивенте за достижение. Ничего не написано. Если у кого-то есть информация о том, что дается ли сейчас, закрывается такое достижение, хотя оно опять же не указано, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Закрываются или не закрываются? Если я найду, с кем можно будет походить часов 5 сюда ради награды, в виде точенных вещей, то выпущу отдельное видео и расскажу вам, что получилось по фарму. На трех человек плюс затраты времени. Спасибо, ребятки, что смотрите нас. Ставьте лайки, делитесь видосом с друзьями, приходите на стримы, ссылочка под видео. И залетайте к нам в группу ВКонтакте. Кстати, там появилась оранжевенькая кнопочка. Если ты ее нажмешь и нажмешь там подписаться, то тебе будут приходить оповещения в личном сообщении в ВК, что стрим запустился. Всем отличного настроения и шикарного дропа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok